Вот это химический анализ мы сейчас забираем, а вот в темную бутылку забираем бактериологический анализ, то есть на бактерии. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области приехали на пляж, чтобы отобрать пробы. Вода сначала набирается в ведро, потом ее разливают в разные емкости. Единственное требование, чтобы она не была мутной. Работать можно даже недалеко от купающихся. На втором браковском карьере утром в пятницу уже много отдыхающих. В целом на сегодняшний день 32 пробы отобраны. Все пробы исследуются на микробиологические, паразитологические показатели, на содержание яйцегельминтов, вирусологические показатели и показатели фекального загрязнения. На настоящий момент все пробы соответствуют, поэтому препятствий для того, чтобы открыть пляж, кроме оборудования пляжа, не существует. Некоторые пляжи в Рязанской области не до конца оборудованы. По этой причине их не приняли в эксплуатацию. Но, как отмечает Роспотребнадзоре, к 10 июня все недочеты обещают устранить. Воду со второго браковского карьера привезли в лабораторию. Показатели, по которым идет проверка, множество. ФАЖ, содержание хлоридов, жесткость воды и микробиологический состав. Полное исследование занимает как минимум неделю. Проводят его каждые две недели. И хотя сейчас все показатели в норме, рязанцам еще раз напоминает. Эта вода пригодна для купания, а вот пить ее нельзя. Те анализы, которые мы проводим, это стандарт не питьевой воды. Это вода для купания. И глотать ее, пить не следует. Не следует также посуду, мыть овощи, фрукт, ягоды. Еще одно напоминание. Приходить на пляж нужно только в головном уборе. Если пренебречь этим правилам, можно получить солнечный удар и попасть в больницу. В Роспотребнадзоре отмечают, нужно заботиться о своей безопасности, чтобы отдых не был испорчен. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».